Здравствуйте! Сегодня 9 сентября 2018 года и сегодня вы узнаете одну из главных тайн человечества. Тайну, которую до сих пор еще никто не мог разгадать. А именно, что такое гравитация, природа гравитации, ее истинная суть. Итак, меня зовут Владимир, я изобретатель, мне 40 лет. Это мой сын, также Владимир, ему 10 лет, учится в 4 классе, он также изобретатель. Мы из Республики Украина, Львовская область, город Чароноград. И тут сразу следует отметить, что только благодаря моему сыну мы докопались до истины. А все началось обычный случай, когда одним вечером мы пили чай. Итак, когда мы пьем чай, что мы делаем? Мы заливаем заварку кипятком, мы кидаем туда сахар в кружечку и начинаем размешивать. И что мы видим? Вот когда мы мешаем, размешиваем сахар, наши чайинки, они разлетаются по окружности на край нашего сосуда. Но как только мы ложечку из кружки вытягиваем, наши чайинки тут же начинают приближаться к центру его вращения. И вот мой сын Владимир мне задал простой вопрос. Папа, а почему чайинки притягиваются к центру? И с этого все началось. Мы много прочитали разной литературы, но как бы официальная версия и альтернативные версии нас не устраивали. И мы пошли своим путем. И сейчас мы не будем размешивать чайинки, мы пойдем чуть-чуть дальше. И мы покажем вам на примере. Но то, что чайинки приближаются к центру, это говорит о том, что все материальные тела всюду, даже во Вселенной, на Земле, не имеет значения где. Они стараются занять такое положение в пространстве, чтобы иметь наименьшую потенциальную энергию. И вот мы сейчас вам на простом примере кое-что покажем. Вот мы имеем обычную воду. И здесь у нас есть разные материалы разной плотности. Пластик, кремний, алюминий, медь, железо. В последовательности. Сейчас мы это все закидываем в наш аквариум. Закидываем его. Наливаем водичку. Это обычная вода, H2O. И так мы начинаем размешивать наши частички разной плотности. Неважно в какую сторону. Влево, вправо. И вот когда мы начинаем размешивать, под действием от центровой силы, они занимают положение, как на этом рисунке. То есть материалы с большей плотностью, в данном случае это железо. Они будут на самом крае нашего сосуда. Потом распределиться менее плотный материал. Это медь, потом алюминий, потом кремний, пластик. Ну и в середине вода. Так вот. А если мы прекращаем наше размешивание, ситуация кардинально меняется. И наши частички, так же само как в случае с чаинками, с чаем, будут концентрироваться в нашем центре. Ну сейчас вот посмотрим. Вот мы мешаем, они на окружности. И как только я вытягиваю, они быстро все в центр. И тогда они уже распределятся с точностью наоборот. А именно, более плотный материал железа будет в самом центре. Потом вокруг пойдет слой меди, потом алюминий, потом кремний, пластик. И на самой окружности будет вода. Это еще раз подтверждает то, что все материальные тела, они всегда стараются занять положение в пространстве с наименьшей потенциальной энергией. И тут еще один пример, который так же каждый почти таки встречался. Помните, когда-то был такой аттракцион? Кручащаяся тарелка. И может сейчас и тоже такое есть. Так вот, если эта тарелка очень быстро крутится, под действием от центровой силы людей выталкивает на край этой тарелки большой. Но если тарелку крутить не очень быстро, чтобы вы могли устойчиво занять положение, так вы заметите, что вас будет тянуть к центру именно этой тарелки. И чем ближе вы будете подходить к центру, тем вам устойчивее, удобнее будет удерживаться на этой крутящейся тарелке. Это тоже самое подтверждает, что всегда все тела стараются занять положение с наименьшей потенциальной энергией. Потому что именно в центре, вокруг которого вращается эта тарелка, будет минимальная потенциальная энергия. И еще, что нам дало очень большую подсказку, это системный анализ нашей Солнечной системы. Если взять, то наша Солнечная система очень много дает понять, намного больше. Потому что по этому принципу и работают, функционируют галактики, скопления галактик и так дальше. Потому что все в нашем мире, все большое оно заложено в маленьком, а все маленькое оно отображено в большом. Так вот, при анализе нашей Солнечной системы, было проанализировано, ну, каждая наша планета, каждые спутники, и на что тут нужно обратить внимание. Мы видим, что наши пропорции, наши массы, наших планет, разные, по наибольшей действиям, Юпитер потом опять уменьшается. То есть, масса, она не играет роль, смотря какое положение, на какой орбите находится тело. А именно здесь играет роль скорость. И мы, если проанализируем, то мы увидим, чем ближе к Солнцу, тем скорость, орбитальная скорость планет, планеты вокруг Солнца, есть больше. И с удалением от Солнца орбитальная скорость уменьшается. То есть, расстояние планеты, космического тела до центра массы, в данном случае Солнечной системы, будет, скорость будет строго определяться расстоянием до центра массы. Второе, на что нужно обратить внимание, это наличие или неналичие спутников. Мы знаем, Земля имеет один спутник, и она вращается вокруг своей оси. Марс имеет два спутника, вращается. Юпитер имеет 79 спутников, Сатурн 63, Уран 27, Нептун 4, и все они вращаются вокруг своей оси. А первые две планеты, Меркурий и Венера, они не вращаются вокруг своей оси. И ихний, можно сказать, что они обращены к Солнцу одной стороной. И еще мы знаем, что все планеты движутся вокруг Солнца только в одном направлении. Есть какие-то сведения, что Венера движется в другом направлении, это не соответствует действительности. То есть, какой здесь нужно итог сделать? Чтобы космическое тело, планета, вращалась вокруг своей оси, она должна иметь хотя бы минимум один спутник. Почему так? Мы это рассмотрим в другой раз. Итак, сейчас мы переходим к нашему стенду. Вот наш стенд. Мы берем наш аквариум. И, допустим, мы раскручиваем наш аквариум в данном случае против часовой стрелки. То есть, если планета движется против часовой стрелки, так же само она будет крутиться против часовой стрелки, и если она имеет спутник, ну, в данном случае Луна, тогда тоже она будет только против часовой стрелки. Иначе быть не может. Это связано с тем, что мы тоже рассмотрим в другой раз. Итак, мы раскручиваем наш аквариум, так как, допустим, вертится наша земля. В данном случае против часовой стрелки. Мы раскручиваем. Наши частички, как было в первом случае, будут распределяться, приближаться к краю нашего сосуда. Такой последовательности, как оно и было. Сначала будет более плотный материал, а ближе к центру менее плотный материал. И тут мы подходим к главной нашей разгадке. Поскольку мы знаем, что все материальные тела во Вселенной всегда стараются занять положение с минимальной потенциальной энергией, мы вот крутим. И как только мы вот этот наш сосуд начнем не только крутить вокруг своей оси, а начинаем крутить еще вокруг еще одной оси, вот в этом случае, вот так. И тут кардинально наша ситуация меняется. Все наши частички начинают занимать положение с минимальной потенциальной энергией, и они тут же схлопываются в центр, вокруг которого они вращаются, как это было на втором нашем случае. И давайте дадим определение, что такое гравитация. Гравитация это механическое движение материальных тел, направленных к центру массы, вокруг которой они вращаются, а этот центр масс, в свою очередь, одноразуменно должен еще вращаться вокруг еще другого, как минимум одного центра массы. центра почему я говорю, как минимум еще как минимум еще вокруг одного центра массы, если мы возьмем нашу солнечную систему, то мы знаем, что солнце также вращается вокруг центра массы галактики Млечный Путь, центр масс галактики Млечный Путь вращается вокруг центра масс скопления галактик, потом сверх скопления и так дальше. И вот давайте сейчас смоделируем разные ситуации. То есть гравитация на Земле будет зависеть с какой угловой скоростью вращается Земля вокруг своей оси и также с какой скоростью она вращается вокруг центра масс Солнечной системы. То есть если увеличить скорость вращения Земли вокруг своей оси, гравитация что сделает на Земле увеличится. Если мы также увеличим скорость вращения Земли орбитальной скорости вокруг Солнца также гравитация увеличится на Земле. Ну как мы можем увеличить скорость вокруг Солнца? Это только переход на нижнюю орбиту. Если мы увеличим орбиту расстояния от Земли до Солнца скорость наша уменьшится и соответственно гравитация уменьшится. Давайте еще смоделируем такой если условно например есть Луна вокруг Земли Луна крутится. Если условно Луну убрать что будет? все очень просто Земля относительно быстро перестанет вращаться вокруг своей оси и повернется одной стороной к Солнцу так же само как сейчас повернуты к Солнцу одной стороной Меркурий Венера или другие спутники планет Вот давайте сейчас подойдем к этому плакату Итак вот наша Земля это наша Луна Луна вращается вокруг Земли и благодаря тому наша Земля вращается вокруг своей оси Но гравитационные силы они направлены не к центру геометрическому Земли а к центру масс общему центру масс системы Земля Луна то есть к нашему металлическому внутреннему ядру Почему благодаря Луне Земля вращается вокруг оси мы это рассмотрим в другой раз а также почему Луна благодаря гравитации не приближается к Земле это также рассмотрим в другой раз а сейчас я хочу нагласить гравитационные силы наши направлены к общему центру и вот Луна гравитационные силы будут иметь вот такое направление потому что система Луна система Земля Луна вращается вокруг общего центра а этот центр вращается вокруг центра масс Солнечной системы и поэтому тут создаются гравитационные силы так вот с этой стороны Луны которая обращена к Земле гравитации можно сказать возникающие центром масс системы Земля Луна с этой стороны не будет а только будет с обратной стороны которую мы не видим с этой стороны будет только минимальная гравитация которая обусловлена тем что Луна также вращается вокруг своей оси относительно Солнца и она делает один оборот приблизительно за 28 дней и это обуславливает минимальную какую-то там гравитацию на Луне еще раз о роли гравитации в нашей вселенной поскольку прямолинейного движения нашей вселенной нету а все космические тела планеты звезды звездные системы галактики вращаются вокруг своих соответствующих центров масс а эти центры масс вращаются вокруг еще более своих массивных центров масс и так далее поэтому гравитация она присуща везде во вселенной и она играет такой себе скелетом является скелетом нашей вселенной благодаря гравитации все планеты любой звездной системы имеют строго свою орбиту и они планеты между собой никогда не могут столкнуться так же само не могут столкнуться между собой звезды не могут столкнуться звездные системы галактики если вы там видите что кто-то там где-то там заснял что столкновение галактик это не соответствует действительности это это обман зрения когда галактика одна находится в таком положении ее дискообразность а на дальнем плане который может который имеет в сто раз больше расстояния чем протяженность самой галактики это как бы получается обман зрения что идет пересечение слить слияние галактик слияние галактик никогда не может произойти могут быть катастрофы только в пределах звездной системы ну в данном случае нашей солнечной системы и причина это только сначала кометная а потом еще к этому и прибавляется астероидная причина всему этому ну тут можно еще сказать про наши планеты наибольшее вокруг своей оси вращается Юпитер который имеет наибольшее спутников его вращение вокруг своей оси приблизительно 10 часов если земля вращается вокруг своей земли за 24 часа то Юпитер за 10 часов Сатурн чуть больше Уран еще больше 17 Нептун уже чуть меньше 15 часов ну можно и сказать про планету Марс давайте еще смоделируем ситуацию какая же гравитация на планете Марс мы знаем что он вращается вокруг своей оси благодаря своим двум спутникам Фобос и Деймос вокруг своей оси приблизительно такой же период как и на земле 24,37 часов но угловая скорость орбитальная его период вращения вокруг солнца в два раза больше приблизительно чем у земли то есть его угловая скорость вокруг солнца в два раза меньше чем земли какой итог здесь что приблизительно на Марсе в два раза меньше гравитация чем на земле то есть тут просто обычная дальше идет логика ничего сложного нет кстати когда-то была наука такая логика а сейчас в школе такой науки нет если какое-то явление происходит в природе нужно пояснить почему так происходит от чего какие причины сейчас почему-то детей этому не учат а сейчас давайте посмотрим что нам говорит официальная наука что такое гравитация и так с википедии гравитация универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами то есть между мной и допустим альфой центаврой есть какое-то взаимодействие и дальше что они пишут приближение малых скоростей и слабого гравитационного взаимодействия гравитация описывается теорией всемирного тяготения ньютона вот этой формулы по которому все тела якобы притягиваются друг к другу прямо пропорционально их массам и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними а в общем случае то есть уже разделяется на какие-то два понятия а в общем случае описывается общей теорией относительности Альберта Эйнштейна согласно Альберту Эйнштейну гравитация Внимание это пространственно временный кунтиниум и гравитация искривляет пространство И дальше они пишут что Луна держится на орбите Земли не в связи с тем что ее тянут к ней какие-то неведомые силы а скорее потому что Луна катится по изгибу пространства времени который создает Земля И напоследок в квантовом пределе гравитационные взаимодействия предположительно описывается квантовой теорией гравитации предположительно описывается квантовой теорией гравитации которая еще не разработана вот так вот наши ученые объяснили но есть и другие альтернативные теории что существуют некоторые гравитационные волны а также есть какие-то крутовые норы которые есть укороченным маршрутом из одной области Вселенной в другую а есть также альтернативная теория сторонников так званого некоторого эфира которые говорят что гравитация это заключается в том что суть которого заключается в прижимании к поверхности планеты всего что на ней находится многочисленными потоками первичных материй которые текут в пространстве практически во всех направлениях ну это вы сами себе делайте себе итог которая теория более правильная если вы только что хоть что-то поняли что я вам прочитал ну официальной теории то что все тела между собой притягиваются есть очень простая очень простой пример вот наше солнце вот наша земля и когда новолуние когда наша луна находится между землей и солнцем мы имеем это согласно официальной формулы солнце и луна притягиваются силой f1 допустим а луна и земля притягиваются силой f2 так вот если мы рассчитаем силу f1 и поставим вот нашу формулу массу солнца массу луны и разделим на расстояние между ними мы получим некоторую силу f1 а потом рассчитаем силу f2 поставим массу луны массу земли и расстояние между луной и землей так вот так что мы получим если мы вот эту силу эта сила будет больше вот этой силы больше чем в два раза f1 разделить на f2 будет больше чем в два что это означает что согласно этому луна не должна быть на орбите земли в том случае солнце притянуло бы уже давно к себе луну и еще есть один тут такой если у нас масса мы знаем что масса у нас определяется в килограммах килограммы на килограмм будет килограмм в квадрате а расстояние в метрах в метрах квадратных но мы то знаем что сила не измеряется в килограмм квадратно разделить на метр квадратный поэтому взяли придумали g вот эту гравитационную постоянную поставим вот эту гравитационную постоянную тогда уже сила будет измеряться в нормальных единицах и теперь еще дальше пример согласно официальной физике что все тела между собой притягиваются так вот наша земля и планета допустим марс притягиваются с некоторой силы так я говорю что напрямую они никак не взаимодействуют они могут взаимодействовать земля может влиять на марс а марс на землю только через их общий центр масс в данном случае центр масс солнечной системы напрямую они никак не взаимодействуют так же само как не взаимодействуют допустим земля наша и допустим возьмем альфа центра тавру звезда альфа центавра она имеет припустим допустим какую-то планету икс так вот так вот согласно официальной теории наша земля и вот эта планета икс как-то взаимодействуют между собой так я говорю что никак они не взаимодействуют потому что земля может взаимодействовать только через центр масс земля взаимодействует влияет на центр масс солнечной системы центр масс солнечной системы влияет на центр масс галактики млечный путь так называемая черная дыра. А эта черная дыра влияет на центр масс Альфа Центавра звезды, которая уже влияет на планету. Но поскольку в нашей галактике Млечный Путь центр масс Солнечной системы ничтожен по сравнению с массой галактики, то никакого влияния это быть не может. Так, что мы видим? Что эти формулы, конечно, что от этой формулы она не соответствует действительности. И так же, как теория всемирного тяготения Ньютона не соответствует действительности. И теория Эйнштейна всемирная относительности не соответствует действительности. Гравитация это чистая механика, это чистое механическое движение материальных тел, направленных к центру масс, вокруг которого вращаются эти тела. А, соответственно, этот центр масс должен вращаться как минимум вокруг еще более массивного другого центра масс. И так, если вы поняли, что такое гравитация, тогда вы очень близки к созданию антигравитации. И если вы чуть-чуть подумаете, у вас это получится. Ну, а если уже не получится, мы вам подскажем, как это сделать. Всего хорошего, будьте счастливы, цените каждый день своей жизни. До встречи!